Добрый день! Коротенький комментарий к другим комментариям по поводу лечения, принудительного лечения психически, признанных психически больными людьми, людей, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления. Ну, как правило, убийства двух и более лиц. В комментариях нередко пишут, что, а, ну вот, принудительное лечение, это то же самое, что пожизненное заключение, что они будут там лечиться всю жизнь, там никогда не выйдут на свободу. Смею вас заверить, это ошибочное мнение. Собственно, один из массовых убийц, который был признан невменяемым в отношении состава преступления, он убил двух человек, по-моему, даже, по-моему, в газете «Метро» недавно было, «Метро» недавно было на публикации на эту тему, он пролечился, по-моему, порядка пяти или семи лет и благополучно вышел на свободу, сейчас живет точно так же, как и все другие люди, то есть, убийства двух человек. Не так давно, по-моему, пять с небольшим лет назад, была история, когда няня из страны, входящей в постсоветское пространство, скажем так, политкорректно, отрезала голову девушке, ну, за которой она, собственно говоря, как бы ухаживала, ходила с закрываемым ножом и отрезанной головой в руке по улице. Ее задержали, ее судили, ее признали не вменяемой в отношении совершенного преступления, и сейчас она на свободе, то есть, она вот выходит по УДО за хорошее поведение, не по УДО, она пролечена, как бы выздоровела, вот, и все, теперь она может идти, и, ну, я не знаю, чем она будет дальше заниматься. Вот, поэтому не стоит полагать, что принудительное лечение – это что-то пожизненное и бессрочное. На мой взгляд, в принципе, это очень такая непрозрачная у нас система, и принятие решения о прекращении или продолжении этого принудительного лечения, на мой взгляд, должно иметь гораздо более выраженный общественный контроль. В противном случае могут быть ситуации, когда человек, который уже давным-давно мог быть выпущен из больницы, как вот у меня был пациент, ну, человек, который у меня консультировался, у него развился острый психоз, ну, самый натуральный острый психоз, он угнал машину у соседа и переставил ее в другой угол двора. Его задержали, сначала он год просидел в СИЗО, его обвиняли в угоне, потом его признали недееспособным, он еще год лечился в психиатрической больнице. Ну, там, правда, было от чего, конечно, лечиться, с другой стороны, но вот по итогу за угон машины из одного угла двора в другой год СИЗО и год принудительного лечения. Ну, вот, сейчас он более или менее вышел так, ну, как бы, проходит терапию, поскольку, как я говорю, заболевания есть реальные. Вот, но жесткость решения совершенно неадекватная. Ну, в принципе, по поводу, по факту, квалифицировать это именно как угон, а не как хулиганство, ну, это идиотизм. И при наличии тяжелого заболевания люди, там, безусловно, тяжелое заболевание, люди, в принципе, не подлежат ответственности за нетяжкие преступления. Вот. Поэтому, к сожалению, как чрезмерно жесткие, так и чрезмерно мягкие решения в отношении людей, совершивших те или иные преступления, находясь в состоянии измененного, ну, либо состоянии измененного сознания, либо просто под влиянием того или иного психического расстройства, если они были признаны невменяемыми, да, и, соответственно, наказание было заменено на принудительное лечение, то это принудительное лечение, на мой взгляд, либо должно быть адекватно по срокам наказания, предусмотренным за аналогичное преступление, ну, за такое преступление, либо, если уж там какие-то исключительные обстоятельства, то решение должно приниматься только публично о прекращении такого лечения, либо непрекращении, потому что все-таки, все-таки это очень серьезная проблема, хотя она не такая, конечно, многочисленная, как наши другие сложности вирус-пруденции, но, тем не менее, вот тут такая слепая зона определенная есть. Так что вот такая ситуация, это, в принципе, психически нездоровые люди, совершившие убийства и неоднократные убийства, могут выходить на улицу, вот, кстати говоря, совсем буквально только что произошедший случай, там мужчина в женской платье набросился с топором на посетителей магнита, несчастный мой, несчастный сети магнит не везет в этом плане. Как выяснилось, он уже совершал убийство и был признан невменяемым, и лечился, и, так сказать, вылечился, вышел буквально вот только что и опять совершает социально опасные действия. Наверное, все-таки надо было как-то либо лечить подольше, либо лечить пожестче. Поэтому такая проблема есть. Она, к сожалению, к сожалению, на мой взгляд, абсолютно не решена. Если информация оказалась вам полезной, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.